значит целый месяц до какой там два месяца мы готовили этот выпуск в моих руках первые криптокарты nvidia из времен когда компания только-только начинала переход на темную сторону сейчас они конечно же никому уже не нужны продаются за копейки там на авито но потенциально вот это gtx 1080 ти флагман а вот это gtx 1060 на 6 гигабайт вот этот бедолага называется nvidia p100 2 100 хуанг сделал все чтобы игроки не смогли воспользоваться а мы попытались сделать все чтоб превратить этот шахтерский инструмент в лучшую игровую видеокарту дешевле в 8000 рублей десятки страниц форумов мне помогали два ремонтника итоговый результат вот этот ролик сегодня мы попытаемся вернуть силу p102 и сравним ее с p106 это та что в девичестве gtx 1060 между прочим единственная игровая видеокарта которую вы прямо сейчас можете найти где-нибудь на барахолке за полторы тысячи рублей мы сравним два этих аборта майнинга с претендентом на звание лучшее видеокарта на сдачу с обедов gtx 1650 супер на связи мк меня зовут михаил крошин разбираемся с дешевыми майнинг-картами линейки p100 и выбираем лучшую видеокарту подешевле поехали это новый пока f6 pro безусловно очень мощный смартфон потому что внутри стоит восьмиядерный snapdragon 8 ген 2 с таким быстрым процессором куда важнее как это все охлаждается давайте нагрузим этот камень как следует и посмотрим тепловизором что из этого выйдет в тесте antutu мы смогли разогреть пока f6 pro лишь до 40 градусов смартфон выбивает более полтора миллиона баллов разработчики пишут что технология liquid cool 4.0 системой ice loop обеспечивают в три раза более эффективное охлаждение чем традиционные испарительные камеры что ж давайте запустим тяжелый тест троттлинга через пять минут сильнейшей нагрузки на максимальной частоте по всем ядрам смартфон нагрелся лишь до 42 градусов через 15 минут металлическая рамка нагрелась до 45 система охлаждения не подвела давайте посмотрим на нагрев в папке на высоких настройках через 15 минут игры смартфон не нагрелся выше 38 градусов плавная качественная 2к матрица на 120 герц отличной цветопередачей и не беспокойтесь об аккумуляторе быстрая зарядка аж на 120 ватт восполнит батарею на 5000 махов до 30 процентов всего за пять минут кроме этого пока f6 pro получил фишки hyper os на базе искусственного интеллекта одной из таких является функция создания и ай портретов работает она по принципу нейросетей загружайте свои фотографии создаете портрет и затем генерируете фотографии по своему запросу с вашим лицом не выходя из галереи 12 гигабайт оперативной памяти в базе и 16 гигов озу версии на 1 терабайт памяти встроенный в дисплей сканер отпечатков стереодинамики nfc поддержка 2 sim карт стекло gorilla glass 5 тонкие металлические рамки и отличное качество сборки в общем если вам нужен производительный смартфон за хорошую цену это пока f6 pro ищите актуальные цены по ссылочке в описании еще во времена первого бума майнинга nvidia решила что нужно разделять майнеров от игроков так родилась первая в своем роде линейка p100 естественно без видео выходов в нее вошли пять карт младшая p106 90 это аналог gtx 1060 на 3 гига p106 100 это gtx 1060 на 6 гигов еще было два варианта p104 это 1070 на 4 гига ну и топ урезанная на 10 процентов по блокам gtx 1080 ти на 5 гигов она же p102 100 в прошлых роликах мы успешно превратили cmp 40 hx в rtx 2070 и заставили пару майнерских карт а мд запускать игры поэтому алгоритм действий нам понятен нужен любой процессор со встроенной графикой подключаем карту втыкаем шнур от монитора в материнку и готова для майнерских карт nvidia написала специальный драйвер в котором неактивна технология direct compute а без нее поиграть не выйдет но на гитхаб можно найти специальный патч который заставляет их работать полноценно спасибо автору он здорово упростил его установку со времен ролика переделки cmp теперь всего лишь нужно удалить текущий драйвер через ddu скачать последний game ready с сайта nvidia распаковать экзешник и заменить в нем файлы на пропатченные ссылочку на ddu и страницу автора на гитхаб я оставлю в описании теперь в gpu-z галка на директ-компьют активно но не все так просто с p106 100 проблем нет отображаются все 1280 ядер куда и 6 гигабайт памяти шина полная 16 линий пися экспресс 1.1 версию 3.0 никак не сделать это еще одно ограничение для шахтеров но на cmp 40 hx мы уже проверили урезание шины в четыре раза на производительности почти не сказывается разумеется если не выходить за пределы видеопамяти а вот с p102 100 ситуация сложнее да это слегка задушенная gtx 1080 ти контроллер памяти 320 битный и в наличии только 5 гигабайт gddr 5x майнеры давно обнаружили что nvidia урезала карту в последний момент и по факту распаяны все 10 гигов сейчас большинство p102 продают уже перепрошитыми если у вас каким-то чудом 5 гиговая версия залить кастомный bios это дело пары минут все делается из-под винды в несколько команд в терминале думаю старые зрители канала уже заметили в чем проблема карта работает через четыре линии пися экспресс 1.1 а это крайне медленно это уровень одной линии пися экспресс 3.0 в 16 раз меньше нужного а ведь по такой шине гоняется не только данные между процессором и видео чипом но и картинка на встройку мы знаем как решать такие проблемы по опыту с cmp картами версия пися экспресс порезана внутри чипа и и не исправить но можно вернуть все 16 линий что здорово бустанет кадры в играх в линейке cmp nvidia на радость игрокам резала шину максимально топорно на платье не были распаяны фильтрующие конденсаторы их установка возвращала былую мощь на p 102 их тоже нет и спасибо мастеру из калининградского хэппи пися за какие-то полчаса все мелкие кондеры попали на законные места но ситуацию это не изменило дпюзет все также огорчает четырьмя линиями а дальше начались поиски по форумам запайка еще множество отсутствующих на p 102 снд шик между чипом и слотом дальше перепрошивка bios от мини зотека 1080 ти и все без толку в лучшем случае чип отдает все 16 линий но до пися экспресс доходят все равно 4 все это затянулось на месяц наш вердикт nvidia обрезала дороги где-то в текстолите что ставит крест на всей затеи и у меня остался только один вопрос зачем компания так сильно заморочилась если в более новых 7 пишках которые rtx 20 серии проблема решалась простой запайкой конденсаторов скорее всего виновата вот эта карта p 106 100 она выпущена первой в 2017 году и превратить ее в gtx 1060 можно было без паяльника командные строки а 16 линий пися экспресс 1 и 1 почти не снижают производительность когда об этих картах заговорил весь youtube их массово стали скупать игроки обделяя майнеров кто-то в nvidia получил леща и начал экстренно исправлять дыру перед выпуском через год p 102 и p 104 но по всей видимости аппаратные модификации текстолита вышли в копеечку а раз игроки не смогли их вычислить хуанг решил не усложнять производство следующего поколения шахтерских карт всем пи решениях на базе rtx 20 и 30 компания ограничилась только модификации драйвера и урезанием числа фильтрующих конденсаторов даже такую простую защиту удалось полностью обойти лишь спустя два года когда бум майнинга уже давно закончился так что nvidia своей цели достигла остается констатировать грустный факт из майнинговых паскалей полноценно может работать только p106 100 она же 1060 p 102 и p 104 превратить в gtx 1080 ти и 1070 скорее всего невозможно ограничение шины на четыре линии пися экспресс один с ними навсегда но мы все равно проверим 10 гиговую p 102 в игрушках и рабочих задачах возможно большой видео буфер сгладит влияние узкой шины третьим подопытным будет обычная gtx 1650 супер ядер куда 1280 как и в п 106 но архитектура тюринг она на поколение новей карта стоит как p 102 разумеется нет никаких проблем с шиной и есть видео выходы но только четыре гигабайта быстрой gddr6 сначала проверим на что способны карты в бенчмарках 3d mark в time spy вперед вырывается p 102 карта набирает 7000 попугаев это на треть меньше чем у реальной gtx 1080 ти сказывается урезание gpu и шины но в любом случае p106 и gtx 1650 супер ощутимо слабей у них только четыре четыре с половиной тысяч баллов это уровень 1060 и 580 rx и в более новом steel nomad отрыв еще больше p 102 вдвое обгоняет p106 вот она мощь топового паскаля а вот п 106 и gtx 1650 супер теперь поменялись местами в более новом бенче 4 гига видеопамяти уже не хватает что и позволило майнинговой 1060 вырваться вперед короче в бенчмарках явный перевес на стороне p 102 но как мы знаем это не отражает ситуацию в играх в киберпанке на низких настройках графики с включенным fsr на качество лидерство внезапно берет gtx 1650 супер она минимум на 20 процентов быстрее конкурентов выдает около 75 fps по бенчмарку и показывает куда более низкие задержки фрейм тайма а вот обе крипто карты идут ноздря в ноздрю узкая шина не дает 10 гиговой p 102 раскрыться это хорошо видно по потреблению она всего на уровне 150 ватт при норме в 250 для 1080 ти из-за этого слабая p106 даже немножко впереди набрав около 60 кадров переход на высокие настройки графики снизил кадры и уменьшил нагрузку на шину из-за чего теперь p 102 на 10 процентов опережает p106 отрисовывая около 45 fps а вот 1650 супер с ее четырьмя гигами тяжело памяти не хватает карта вынуждена использовать далекую и медленную оперативку но даже в таком случае она быстрее конкурентов хотя отрыв от майнинговой 1080 ти снизился до 10 процентов а вот выкручивать графику до упора вправо не стоит на впечатляющих настройках с апскейлером на качество мощный чип p 102 начинает задыхаться рисуя кардиограмму времени кадра у 1650 супер и p106 дела получше можно получить около 40 fps p 102 отстаёт но консольный экспириенс обеспечивает в любом случае для шутеров такой производительности маловато лучше сделать шаг назад в настройках графики переходим гонкам даже отличная оптимизация 5 фарзы под слабое железо не в силах помочь p 102 выжать на четырех линиях пися экспресс на низких настройках графики full hd можно рассчитывать лишь на 45 нестабильных кадров с фризами их нету других карточек p106 оказывается быстрее в полтора раза но от gtx 1650 супер уходит в отрыв больше 120 fps да вот так бывает народная карта в три раза обгоняет старый флагман если подрезать тому шину переход на высокие настройки графики в расклад тут не меняет p 102 все так же фризит и теперь временами проваливается ниже 30 с p106 можно рассчитывать на плавные 60 кадров а 1650s несмотря на забитый доверху 4 гигабайта памяти умудряется отрисовать под 90 fps но и на старуху бывает проруха far cry 6 в ходу потребовал пять с половиной гигабайт видеопамяти на средних настройках графики и с первого раза он не смог запустить бенчмарк на 1650 супер однако фальстарт никак не помешал ей сохранить лидерство почти 80 fps без фризов и проблем с текстурами в отличие от 1080 ти в лице p 102 она оказалась вдвое медленней и ощутимо лагала с просадками к 20 кадрам p106 снова посерединке 50 fps в честном full hd позволяют полностью погрузиться в жизнь тропического рэмбо а вот переход на ультра настройки все-таки добил 1650s в таком режиме игре нужно порядка 8 гигов памяти 4 гиговая карточка смогла отрисовать лишь 20 fps даже p 102 ощущает себя лучше она почти не потеряла производительность в лидерах теперь p106 40 кадрами без серьезных просадок результат на грани играбельности во всех случаях нужно снижать графику порт одних из нас тоже известен своим нереальным аппетитом к видеопамяти на средних настройках full hd игре нужно порядка 6 гигабайт 1650 супер справляется на отлично с включенным генератором кадров fsr 3 можно получить 70 75 fps с немного желейным управлением и легким мылом пешки снова держатся вместе отрисовывая около 50-60 кадров каких-то откровенных фризов у майнинговой 1080 ти нет хотя фрейм тайм не такой ровный как у простенькой 1650 супер вообще генератор кадров штука прикольная я сразу не понял почему джоэл пока скачет на лошади так неестественно держит руку как будто его бахнул инсульт оказывается рисоватор кадров забыл обозначить поводья при 30 реальных fps на картах без тензоров синий far cry на пандоре плохо дался всем в 1080p с низкой графикой и третьем fsr без генератора который на этих картах не работает пешки выдали около 35 кадров с фризами up 102 было занято под 8 гигабайт видеопамяти так что 1650 супер явно сдерживал небольшой видео буфер при такой низкой производительности включение апскейлеров делает только хуже эта технология для корректной работы требует больше видеопамяти и активнее гоняет данные по шине так что у нас здесь тройное комбо и под конец киберспорт который хорошо заточен под слабое и вот такое странное железо в доте можно смело выкручивать ультра графику full hd тут даже p102 выдает под 80 90 кадров но p106 и 1650s уходят в отрыв у обеих под 200 fps переход в 1440 и заставляет крипто 1080 ти сбросить кадры сразу вдвое тут спасибо узкой шине которая просто не способна гонять на 80 процентов больше пикселей p106 и 1650s болтаются около сотни кадров но более свежая карта немного быстрее майнинговый 1060 и конечно же картошка она в очередной раз показывает нам эталон оптимизации несмотря на все урезания p102 смогла выдавить full hd на ультрах под сотню кадров с идеальным фрейм таймом у p106 gtx 1650 супер дела еще лучше карты минимум на треть впереди в любом случае комфортно поиграть в танки можно на любой из трех видеокарт а вот в 2к майнером лучше не переходить узкая шина p102 не выдерживает таких издевательств и кадры проседают ниже 50 с периодическими задирами на фрейм тайме на более полноценных решениях таких проблем нет при 70 80 fps можно комфортно сносить башни даже на легких быстрых танках но все же и тут простенько 1650 супер показывается впереди и под конец с игрушками потяжелевший второй counter strike на удивление движок source помнит свои корни времен а gp и на p102 можно получить 80 90 fps на высоких настройках графике full hd до фрейм тайм не такой ровный как на остальных карточках но все же p106 и 1650s снова быстрее на них можно комфортно стрелять в пиксель за сотню кадров и по классике на более свежей карте fps повыше короче уже понятно четыре линии пися экспресс 1 ставят крест на игровом использовании p102 но никуда не делся мощный чип и 10 гигабайт памяти в бенчмарках эта карта гораздо быстрее p106 и 1650 супер поэтому переходим к рабочим задачам где узкая шина должна влиять на производительность гораздо меньше начнем сразу с генерации картинок которая любит много памяти фокусе на базе stable diffusion p102 действительно немного вырывается вперед тратя 6 с половиной секунд на одну итерацию p106 и 1650 super отстают почти на треть но в любом случае это крайне низкая производительность на генерацию одной качественной картинки с мощным владимиром владимировичем уходит по 68 минут для сравнения 3080 5 тратит на это секунд 30-40 так что увы несмотря на большой объем памяти старые паскали для создания нейрокартинок подходят слабо а вот блендер без проблем позволяет на всех трех карточках выбрать куда ускорения и расчет на gpu в итоге красивую сцену гавани обе пешки отрендерили за 10 с половиной минут 1650 на минуту быстрей поэтому и здесь большой объем видео памяти мощный чип от gtx 1080 не помогли майнинг карте обработка видео в премьер требует постоянно гонять много данных между озу и видео памятью так что p102 снова в аутсайдерах тестовый трехминутный 4к ролик с инженером феликсом она отрендерила почти за 12 минут p106 и 1650 идут очень близко 10 с половиной минут у обоих карт и прежде чем переходить к итогам давайте посмотрим что у всех этих карточек внутри у зоток p102 100 я был первый в карту за шесть лет вообще никто не лазил на месте родные зеленые прокладки и море пыли но никакой ржавчины криминала горячая gddr 5x память не ужарено да и чипак от 1080 ти в хорошем состоянии сама карта полностью копирует мини версию от зотока за исключением одного чипа памяти могло бы быть отличное решение за свои в шесть семь тысяч рублей если жадные инженеры nvidia не порезали дорожки в текстолите а вот p106 100 это самая лютая дичь которую я только держал в руках по лучшим китайским традициям с виду карта выглядит новый но внутри максимальный франкенштейн система охлаждения не подходит для платы в ней нет выступа для контакта с зоной питания которая тут максимально убогая всего три фазы на 120 ватном чипе память ужарена до хруста и это неудивительно термопрокладки никто не ставил да и сам радиатор на них не ложится видак зеленого цвета и коричневый компаунд дают понять что карта копала от звонка до звонка в оба бума а вот текстолит действительно свеженький видимо у китайцев завалялись оем доски под паскале тут есть нераспаянное питание под 1070 и 1080 в общем такая p106 встает в один ряд с умайненными рык сами с алика но даже там были на месте все прокладки нет настолько убогих питальников я вообще удивлен как эта карточка без нормального охлаждения памяти и vrm смогла отработать несколько лет в общем в любом случае с настолько ужаренными чипами рассчитывать на долгую работу не приходится зато ценник на p106 сказка при желании ее можно найти за тысячу рублей а за двушку это будет топ жир от asus или гиги 1650 супер естественно без всякого криминала карта минимум на пару лет свежее пешек буквально год назад ее можно было еще купить новый в dns чип холодный потребляет меньше сотки так что трех фаз под радиатором ему хватает формально она зацепила только второй бум майнинга но на 1650 супер с четырьмя гигами майнили только совсем отчаянные с бесплатной розеткой поэтому такие видеокарты в основном идут из игровых пк поэтому состояние у них близкое к идеалу видак как и должен быть синий память без следов ужарки все прокладки на месте пыли немного в общем придраться тут не к чему нужно намазать свежую термуху и играть дальше стоит такая карточка на юлита от 7 тысяч рублей особо наглые перекупы толкают ее за десятку на которую можно уже взять gtx 1660 мне здесь в калининграде карта досталась всего за 6000 в любом случае всегда можно сторговаться начну с грустного p 102 это провал куча потраченного зря времени вернуть 16 линий не получилось она 4 даже gtx 1060 оказывается ощутимо быстрее для рабочих задач она тоже не подходит мощность чипа и 10 гигабайт памяти все равно упираются в узкую шину поэтому вердикт тут прост пусть p 102 и p 104 дальше валяются на авито у бывших майнеров а вот p 106 100 хороша превратить ее в gtx 1066 можно за пять минут если у вас пк с интегрированной графикой за полторы тысячи рублей ну дешевле карты вы не найдете 580 rx а с такой же производительностью примерно стоит минимум в три раза больше единственная проблема состояние большинства таких карточек после двух бумов майнинга тут кремний высушенный изнасилован если 580 к у меня отъехала за две недели рыжие чипы на p106 едва ли долго протянут но если нужна самая дешевая карточка взбодрить какой-нибудь старенький пк и вы готовы заниматься ее обслуживанием и рискнуть на пару тысяч рублей за свои деньги под доту с танками это идеал а вот 1650 супер ситуация двоякая с одной стороны свежая архитектура мощный чип найти живую вообще никаких проблем на них не майнили если повезет даже будут остатки гарантии с другой nvidia здорово подрезала ей крылья дав лишь 4 гигабайта памяти это прям на грани но в большинстве игрушек 1650 супер все равно на 10 20 процентов быстрее p106 и при этом нет никаких проблем с шиной и с видео выходами стоит ли 1650 супер своих 67 тысяч рублей ну если у вас есть процессор с интегрированной графикой как по мне лучше взять p106 100 это 1060 за те же деньги их можно купить сразу 4 штуки пускай там дохнут по очереди по разница в fps не столь критично но если интегряшки нет пешки сразу же отлетают фактически за такие же деньги можно взять только 580 у рексу 8 гигов памяти конечно аргумент но состояние таких карт лишает их всякого будущего так что 1650 супер как по мне выглядит намного интересней ну что друзья пробежались мы по самому дну выбрали протестировали интересные дешевые карты сбу площадок в описании ссылочка на нашу группу вконтакте и телеграм-канал переходите подписывайтесь там и ежедневно для вас публикуем самые интересные айти новости на связи был мк меня зовут михаил крошин жду вас в комментах пока а а